20 часов в Самаре в студии Георгий Фёдоров. Здравствуйте! О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чём расскажем. Государственный праздник. В день флага расскажем о самом длинном полотнище, самом высоком флагштоке, волонтёрском автопробеге и тех, кто сегодня официально сделал шаг во взрослую жизнь. Музыка, как психологический допинг для бойцов. Покажем вторую часть спецрепортажа «Едем на Донбасс». Фронтовые концерты и истории защитников глазами вокалистки и корреспондента Екатерины Лесной. Музыка, как преображаются самарские дворики, о благоустройстве и о том, что нужно сделать, чтобы и на ваш дом обратили внимание, узнаем в этом выпуске. Музыка, как психологический допинг для бойцов. Подготовку к отопительному сезону глава субъекта обсудил с ВРИО министра энергетики и ЖКХ. Как доложил руководитель профильного ведомства, на сегодняшний день общий уровень готовности в регионе составляет порядка 98%. До 15 сентября паспорта должны получить по многоквартирным жилым домам. На сегодняшний момент есть те вопросы, которые у нас вызывают тоже опасения, мы их держим на контроле. Это в части подготовки котельных по ряду муниципалитетов. Если в случае где-то у нас произойдет какая-то заминка в подготовке новых котельных, мы будем запускаться на старых котельных и потом переключаться без каких-то рисков для жителей. Здесь надо еще, процент высокий, но вы же помните, что иногда достаточно формально по некоторым направлениям и по управляющим компаниям, особенно по МКД, выдаются паспорта готовности. Нужно перепроверять. Вот несколько муниципальных образований мы отмечали, которые такие были в красной зоне. В общем, по Тольятти, вы знаете, личный штаб проводил, поэтому обратите внимание с тем, чтобы не было формализма, чтобы был действительно конструктивный подход. Положительная динамика по Тольятти есть. Как отметил Михаил Белоусов, если ранее готовность объектов составляла порядка 60%, то на данный момент более 91%. В день государственного флага в Отрадном растянули гигантский триколор длиной в 1012 метров. Так повторили рекорд 2019 года, занесенный в Книгу Гиннеса. Полотнище пронесли вдоль центральных улиц города. В патриотической акции «За Россию» приняли участие более тысячи человек. Воспитанники детских клубов, сотрудники местных предприятий, члены молодежных объединений и просто активные жители. Напомню, впервые километровый символ развернули в Самаре в 2019 году. Затем он хранился в музее Алабина. Его видно с другого берега Волги и даже с неба. В Самаре находится самый высокий флаг в Приволжском федеральном округе. Он установлен над главным корпусом завода «Электрощит». Высота флагштока почти 56 метров. Он спроектирован по современной технологии с учетом всех погодных, географических и геологических условий. Флагшток установлен на отметке 56 метров по балтийской системе координат. А это значит, что полотно российского триколора развивается на высоте 111 метров над уровнем моря. Размер самого полотнища – 8,5 на 13 метров. Триколор был поднят в сентябре прошлого года и сейчас украшает ландшафт Сокольих гор. Авторы идеи уверены, что флаг станет еще одной яркой достопримечательностью и патриотическим символом Самарского региона. Главный символ государства российского – это большая гордость. Не только для предприятий, но я думаю, что для всего Красноглинского района, да и для города Самары. Этот флаг стал неким символом, некой очередной меккой в туристической в том числе зоне, потому что его прекрасно видно с воды. Многие гости прилетают в город Самары, в аэропорт Курумыча, проезжают мимо и обязательно отмечают это монументальное сооружение. Самарская область, как и другие регионы, отмечает день флага страны. Больше двух десятков автомобилей, украшенных российскими и самарскими триколорами, стартовали от областного Дома профсоюзов. В числе участников акции – представители ведущих молодежных объединений организации региона. И автопробег для них не самоцель. Есть еще одна важная задача – реставрация благоустройства арт-объекта «Цвета России». Созданный два года назад по инициативе студенческих организаций, он уже успел стать яркой достопримечательностью региона. С этого года мы решили, что будем ежегодно вместе со всеми молодежными организациями нашего региона ежегодно его реставрировать, проводить акции в этот день. Очень отрадно, что эта акция не затихла, а ежегодно набирают только обороты, становятся больше желающих придять в ней участие. Не зависит от того, что сейчас лето и хочется людям отдохнуть. Значит, это действительно важно для них. У всех этих мероприятий один – то, что у каждого гражданина, у каждого у нас человека своя задача. Он выполняет свой функционал на своем посту, неважно какая она. И все мы работаем на одну цель, да, ради граждан, живущих под одним флагом, во имя блага страны, во имя победы. Победа будет за нами. Остается добавить, что в этом году в акции «За флаг» приняли участие свыше семи десятков молодых людей, активистов, волонтеров и просто неравнодушных граждан. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии. Вообще в Самаре сегодня проходило много акций. Волонтеры поздравляли горожан с праздником и дарили всем ленточки с триколором. А гости из 12 зарубежных стран сделали и запустили в небо воздушных змеев в цветах флагов государств, которые они представляют. На площади славы в праздничный день начала работу тематическая фотовыставка. Субтитры создавал DimaTorzok У нас сейчас проходит программа культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» Самара КПД 100%, где КПД это не коэффициент полезного действия, а культура, патриотизм и духовность. К нам приезжают ребята из 13 стран. Всего у нас 50 участников. Сейчас мы отправили на набережную для того, чтобы они поучаствовали в мастер-классе и запустили воздушные змеи с флагами своих собственных стран. Двойной праздник. В день государственного флага России школьникам губернии вручили паспорта. Торжественная церемония прошла в здании регионального правительства. Кто получил там свой первый документ гражданина? Юлия Кленова расскажет. Серьезные, сосредоточенные. 30 школьников, отличники и активисты, спортсмены и музыканты, победители всероссийских олимпиад. Замерли в ожидании, пожалуй, главного события за свои юные 14 лет. День флага. У них двойной праздник. Сегодня особый день, ребят, в вашей жизни. Вы собрались, чтобы одно из важнейших событий произошло, получить паспорт гражданина нашей страны. И это тоже не только документ, но и символ принадлежности к великой стране с богатой историей. Официальному символу России государственному флагу 30 лет. Знак единства и независимости граждан. Российский триколор. Честь праздника на груди у каждого ребенка. Вы должны понимать, что предки нам оставили великую страну. Веками они сражались и оставили наши интересы. История пишется прямо здесь, прямо сейчас. Осознать свою связь со страной подросткам помогает клятва молодого гражданина. И мы здесь находимся в память поколений. С получением паспорта можно устроиться на работу, получать гонорары и вступать в общественные объединения. Пока дети пытаются это осознать, их родные не скрывают своей гордости. Получил паспорт. Теперь я официально гражданин Российской Федерации. У нас потрясающий отец, который сейчас проходит службу специальной военной операции. Он сын своего отца. Достойный отец, достойный сын. Я хочу стать адвокатом по уголовному, семейному и экономическому праву. Он, надеюсь, очень целеустремленный человек, как все дети, которые сегодня я видела и смотрела успехи каждого из них. Они все очень такие целеустремленные ребята. Надеюсь, сохранят это и в будущем, чтобы могли, во-первых, нас всех порадовать, старшее поколение. Ну и честь страны. Надеюсь, никто не уронит их. И мое сердце переполняет гордость за то, что я живу в России и получила паспорт в такой торжественной обстановке. Главный документ гражданина в День флага вручали по всей стране. В Самарской области паспорта получили более 20 ребят в 14 городах и районах. Мы граждане России. Так называется эта программа движения первых. Цель которой сделать получение первого паспорта праздничным и запоминающимся. Юлия Клюонов, Владимир Терентьев, телеканал «Губерния». А еще в важный для всей страны день Самарская область приняла эстафету Всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки». В ее рамках активисты провели масштабный субботник в парковом комплексе истории техники имени Сахарова в Тольятти. Об идее проекта в материале Марины Промошкиной. Акция «Особенности национальной уборки» продолжает шагать по стране. В День государственного флага события проходят в Тольятти. В качестве площадки выбран парковый комплекс истории техники имени Сахарова. Музей под открытым небом, где представлена одна из самых крупных коллекций техники в стране. Участники субботника уберут территорию от мусора и преобразят внешний вид экспонатов. Могучая луга, белинная слава, Моё, я созданное население на... Акция стартует торжественно с исполнения государственного гимна и выноса большого полотнища российского триколора. Среди участников – коллективы крупных предприятий, общественных организаций и представители власти. Зарядившись бодрым настроением, активисты берутся за работу. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Долг гражданина поучаствовать в таких акциях. Это очень увлекательно. Настроение у нас хорошее. Нас сегодня много. Нас разделили на несколько участков. И мы трудимся. Экспонаты советской военной техники как символ неоценимого подвига народа преображаются на глазах. Парковый комплекс истории техники в качестве площадки выбран не случайно. В праздничный день акция в Тольятти проходит под знаком экологического патриотизма. Сохранение окружающей среды как национального достояния. Почему называется особенность национальной уборки? Что в каждом регионе есть какой-то акцент определенный, объединяющий. И в связи с тем, что нам попало на день флага на 22 число, поэтому мы решили, что комплекс сахара, где находится техника, и было бы самое здоровое, не просто убрать мусор, у нас его нет здесь, а вот восстановить технику, ее покрасить. Вообще у нас идея, чтобы в дальнейшем каждый регион регулярно самостоятельно проводил все уборки под брендом особенности национальной уборки. Задумка была создать этот проект совсем обычный. Мы просто подумали, как можно улучшить обычные привычные субботники, чтобы людям было интересно на них выходить. И родилась идея, что каждый регион будет демонстрировать свой культурный код, свои особенности. И это очень удивительно, потому что люди охотнее выходят на субботники, на уборки. Знаменательно то, что это проходит в день нашего национального флага, с чем всех и поздравляю. Люди откликнулись, у людей отличное настроение, сегодня отличная солнечная погода. И все хорошо поработают, пообщаются. Акция организована Фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас» в рамках федерального проекта «Чистая страна». Реализуют идею с апреля 2023 года. За это время участие в акции приняли 20 регионов страны, свыше 27,5 тысяч человек. Мы объединяемся для того, чтобы навести порядок. Навести порядок в парке Сахарова, где у нас есть историческая техника. И сегодня мы наведем порядок, подкрасим, сделаем ее лучше. Для того, чтобы сюда приходили дети, родители, старшее поколение гуляли и радовались. Радовались, как здесь комфортно, в парке Сахарова. Те предприятия, которые сюда пришли, общественные дети, жители города Тольятти, все вместе примут участие и в высадке новых зеленых насаждений. И немного подкорректируем наши экспонаты, которые требуют также внимания. И, наверное, этот труд во благо нашего города, во благо нашей Родины, еще раз укрепит нас и усилит понимание того, что Россия мощнейшая держава, и мы ее очень любим. Массовая уборка, как настоящий праздник. Акция направлена на экологическое просвещение. Объединение многонационального народа России в стремлении делать мир вокруг себя чище. И есть главная задача проекта. Марина Промошкина, Андрей Алексеев, Телеканал «Губерния». А сейчас предлагаю вспомнить историю российского триколора более детально. В этом нам поможет Григорий Цединков, доцент кафедры отечественной истории и археологии Исторического факультета Самарского социально-педагогического университета. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий. Григорий, 300 лет нашему флагу, как известно, многие знают. И вот при каких обстоятельствах он появился? Появился он благодаря нашему царю и реформатору Петру Первому. Собственно, сам термин «флаг» — это также Петровское время. До этого такого термина у нас не было в языке. Это был флаг, в первую очередь, русского торгового флота, речного флота. И с этим знаменем ассоциировалась вообще Россия для остального мира, так как приходили наши суда, наши торговые экспедиции, и вот этот флаг развивался. Хотя государственного флага, в нашем понимании, в современном тогда, у России не было. Были различные штандарты, стяги, например, императорский штандарт. А вот этот флаг выполнял универсальную функцию представительства России за рубежом. А что изначально символизировали эти цвета? Вы знаете, в то время, как-то этим даже не задумывались, впоследствии начали их расшифровывать так, что белый цвет — это цвет чистоты независимости. Например, у нас название страны Белоруссия, Белоруссия современная. Красный цвет — это всегда был державный цвет. К тому же красный в славянских языках — это красивый. И это также дань уважения предыдущим стягам, как, например, стягу ополчения Мины и Пожарского, который брал в Москву, освобождал ее от поляков. Они воевали под стягом малинового цвета. И синий, и синий — это всегда был цветом Богородицы в православии. А Богородица, как известно, она небесная покровительница России. В современной России у нас светское государство, поэтому эти цвета сейчас трактуют немножко по-другому. Ну, например, синий теперь трактуется как верность традиции. Все в остальном примерно то же самое. Был такой период, я знаю, в истории, когда у нас было два флага. Это вот желто-черный и триколор, к которому мы привыкли. Да? Это рубеж каких-то 19 века, да? Да. Черно-желто-белый флаг, так называемый монархический флаг в кавычках, это личный штандарт императоров романовской династии. Это их личный флаг, это их личные цвета. Если вы посмотрите на картины, изображающие Александра Первого, Николая Второго, вы у них увидите эти цвета, например, в перьях, где-то в мундировании. И как раз в середине 19 века конкретно в правлении Александра Второго проходила героидическая реформа, помимо прочих. Приводили в порядок наши гербы, флаги, знамена, чтобы они соответствовали каким-то героидическим стандартам. И указом, как раз, или не указом, а решением Александра Второго у нас был утвержден флаг черно-желто-белый. Монархический флаг как штандарт личного государя императора. Но наряду с ним продолжал использоваться вот этот флаг, наш триколор, бело-синий-красный, и другие флаги российские, там военный Андреевский флаг, армейские флаги, они продолжали использоваться. Но во всем мире продолжали ассоциировать наш флаг именно с этим триколором, бело-синий-красный. И именно в этот период приходится борьба славянских народов, которые находились в зависимости от Австрийской империи, за свой суверенитет. И за основу своих флагов они взяли российский триколор. Если вы посмотрите на флаги народов, которые проживали на территории Австрийской империи, теперь независимым государством, у них у всех будет бело-синий-красный цвет. Чехия, Словакия, Сербия, Словения, Хорватия. Это все тоже наш триколор, только в их национальных вариантах. В их понимании это свобода, олицетворение свободы. Именно. Они ориентировались на Россию как на могущественного соседа и славянское государство в своей сущности. Это государство славян, которые смогли создать собственную государственность, собственную страну. А у них ее не было. И, естественно, они ориентировались во всем на Россию. Собственно, поэтому уже при Александре III этот триколор начинает использоваться в официальных мероприятиях. А Николай II уже в 1896 году утверждает бело-синий-красный триколор как государственный флаг. И именно под этим флагом, например, участвовали наши спортсмены до революции в первых Олимпиадах. То есть этот флаг всегда представлял именно Россию вовне. Но при этом при Николае также продолжал использоваться и черно-желто-белый триколор, но именно как государственный, вернее, извините, императорский штандарт. – Прошло время небольшое, да, и произошла революция. Сменили наш триколор исторический, так скажем, на Красное знамя. С чем это было связано? – Ну, Красное знамя традиционно было знамя революции, борьбы, знамя парижской коммуны. Это также было всегда во всем мире уважаемое знамя. Вы, наверное, знаете, что китайский флаг, он очень похож на советский флаг. Теперь этот цвет прочно ассоциируется с коммунистической идеологией. Как мы знаем, мы в России не отказываемся от своего прошлого. И, например, пожалуйста, можно трактовать вот этот красный цвет на нашей триколории как славное советское прошлое, да, достижение советской эпохи. – Я думаю, некоторые и думают так. – Конечно. – Ну, не почитают думать. И вполне эта точка зрения заслуживает уважения. Да, она может даже и правильно. И уже после падения Советского Союза в 91-м году, когда все развалилось, в 92-м году у нас становится флагом триколор. Только он немножко отличался от современного. Он был белый, голубой, красный. И уже только после 93-го года у нас утвердился окончательно наш современный флаг – это белый, синий, красный триколор. – Григорий, а почему именно 22-е августа является днем российского флага? – Тоже хороший, кстати, вопрос. Указ о праздновании, да, вот этого дня флага был подписан 20-го августа 1994-го года. Но празднование сместили на два дня, потому что 22 августа 1991-го года вот этот триколор впервые был поднят над Кремлем, как бы знаменуя собой окончание советской истории и начало истории Новой России. Поэтому и была выбрана дата 22 августа. Спасибо, Григорий, большое вам за рассказ. Напомню, о российском флаге мы говорили с Григорием Цединковым, доцентом кафедры отечественной истории и археологии исторического факультета Самарского социально-педагогического университета. Союз для прогресса. В столице губернии впервые состоялась бизнес-миссия по развитию сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Самарской областью. Во дворце спорта имени Высоцкого собрались представители разных сфер. Бизнеса, экономики, промышленности, здравоохранения, инженерии и строительства. Они обсудили возможные совместные проекты, представили лучшие разработки, работали по нескольким направлениям. Например, в блоке здравоохранения рассматривали вопросы высокотехнологичной медицинской помощи. В промышленности, экологии, строительстве, дорожном хозяйстве участники рассказывали об инновациях в этой сфере. А в блоке цифровизации «Эффективный регион» разработали тактику совершенствования государственного и муниципального управления. Большое внимание уделили подготовке и вовлечению новых кадров в отрасль машиностроения. «Росатом» и его предприятие участвуют в создании кафедр в вузах, реализации стипендиальных программ, организации стажировок с дальнейшим трудоустройством. По поручению временно исполнительной обязанности губернатора Самарской области готовим уже на протяжении нескольких месяцев программу опережающего социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. В этой программе будет зашита вся деятельность правительства по годам, по конкретным проектам, что мы будем делать по ключевому направлению. Есть семь приоритетов, которые обозначены, уже по которым идет сбор идей от жителей Самарской области, от экспертов. И, конечно же, такую программу нельзя готовить, не обсуждая ее с ключевыми индустриальными партнерами. Самарская область, конечно, была выбрана не случайно. А Самара – это перспективнейший регион с точки зрения промышленности, с точки зрения развития новых бизнесов, в том числе и госкорпорации. Самарская область еще почему является для нас перспективной? В настоящее время временно исполняющий обязанности губернатора, новый губернатор, он усклавляет комиссию по промышленности и, бесспорно, для нас это открывает новые горизонты работы, новые горизонты взаимодействия и новые горизонты развития как и Самарской области, так и госкорпорации. Продуктом сотрудничества стала дорожная карта. Это документ, в котором прописаны четкие последовательные шаги работы и для госкорпорации, и для правительства Самарской области. В поселке Бузбаш Камышлинского района возводят фельдшерско-акушерский пункт. Строительство ведется по нацпроекту здравоохранения. Сейчас в здании собираются конструкции. Скоро начнется поставка оборудования. Продолжит Сергей Павлов. В советские времена фельдшерско-акушерский пункт находился в здании местного колхоза. После перестройки жители поселка Бузбаш прикрепили к участковому терапевту в центральную больницу Камышлы, что в 7 километрах от населенного пункта. Теперь же за медицинской помощью не надо никуда ехать. ФАП строят в центре поселка, рядом с мечетью. В модульном здании уже ведется сборка конструкций. И первой помощью хоть лекарства, ну все, по-моему, это обеспеченный будет. Да, конечно, правильно. Потому что каждый вызов вызывать неудобно. Уколы каждому делать тоже неудобно вызывать. Поэтому хороший, конечно. Мавлиза Фарукшин на 37 лет проработала в Камышлинской больнице. Выявляла онкологические заболевания на ранних стадиях и совмещала профессию фельдшера. По семейным обстоятельствам пришлось уволиться. Когда женщина узнала о строительстве ФАПа в Бузбаши, решила, что ее опыт и знания пригодятся людям. Кандидатуру одобрили. Сейчас в фельдшер еженедельно инспектирует будущее место работы. Будущее место очень... и место хорошее. И строят хорошо, быстро. Ну да, потом о качестве будем уже в конце судить. Так-то сейчас все хорошо, быстро все делается. Отлично, молодцы. Я же говорю, на той неделе только был каркас и крыша. А уже все сделали. Молодцы. Хорошо работают. ФАП строят благодаря нацпроекту здравоохранения, которое реализуется по решению президента Владимира Путина. Здесь будет несколько помещений. Кабинет приема пациентов, процедурная, комната для проведения физиотерапевтических процедур. Это позволит оказывать жителям поселка необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях. Здесь в основном это плановое медицинское обслуживание. Это ЭКГ, это фэндоскопы, это атоскопы для обследования лорорганов. Это все процедуры, те, которые возможны здесь. И другие инструменты, которые должны быть по порядкам оказания медицинской помощи. По инициативе главы региона были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение еще 24 ФАПов. Также в рамках НАСПроекта планируется капремонт 32 подразделений медучреждений. Сергей Павлов, Вячеслав Ершов, телеканал «Губерния». И смотрите далее в нашем эфире. Музыка как психологический допинг для бойцов. Покажем вторую часть спецрепортажа «Едем на Донбасс». Фронтовые концерты «Истории военно» глазами вокалистки и корреспондента Екатерины Лесной. Готовят, шьют, ремонтируют. Как самарские волонтеры в тылу приближают победу? Расскажем совсем скоро. Как преображаются самарские дворики? Узнаем о благоустройстве и о том, что нужно сделать, чтобы и на ваш дом обратили внимание. Своё знамя обрёл добровольческий отряд «Барс-15 Ермак». Его бойцы уже третий год участвуют в специальной военной операции. Многие за героизм и отвагу отмечены государственными наградами. Церемония крепления знамени прошла с учётом всех канонов. И уже скоро его передадут на передовую. Подробности в нашем материале. Момент исторический и знаковый. Церемония крепления знамени проводится в храме великомученика и победоносца Георгия. 15-й казачий добровольческий отряд, гордость волжского казачества, гордость всей Самарской области, обретает своё освященное боевое знамя. Казачий отряд уже не первый год принимает активное участие в боевых действиях, защищая нашу страну. В рамках специальной военной операции. Церемония проводится с учётом всех канонов и, можно сказать, символизирует связь поколений, историческую память, преемственность. Благословяется и освящается знамя Несия в помощь и утверждение христолюбивому казачеству. И напоминала вся в роде окопление в Алисе и освященное во имя Отца. И сына, и святаго Духа. Аминь. Знамя для отряда – это предмет особо почитаемый. И уже скоро его передадут бойцам в зоне СВО. Барс-15 «Ермак» сейчас находится на одном из самых сложных направлений. Но они могут всё. Свой героизм доказывали не раз. Здесь, помимо того, что указан отряд на чёрном фоне, я объясню, что это такое, здесь переворачиваем, здесь написано «Чаю воскресенья мертвых и жизней будущего века. Аминь». Мы – казаки бессмертные, мы – казаки православия. Когда был сформирован отряд, и перед тем, как нам выдвигаться на аэродроме под Ульяновском, подошёл батюшка и сказал «Сынки, ничего не бойтесь, вы православные». И вот уже больше двух лет мы прославляем Волжскую землю своими подвигами. За мужество и героизм военнослужащие отмечены наградами. В зоне СВО встречался с представителями отряда и глава региона. Общение напрямую помогает узнавать потребности защитников Родины. Самарская область оказывает постоянную поддержку армии. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин, телеканал «Губерния». И ещё о тех, кто помогает фронту. Корреспондент телеканала «Губерния» Екатерина Лесная в составе команды проекта «Едем на Донбасс» дала несколько концертов в зоне СВО. В первой части спецрепортажа мы рассказывали о том, как музыкантов приняли в Снежном. Следующей точкой стал Луганск. Мы вчера выступили с концертом прямо в лесу перед солдатами. И вот после концерта они ходили с такими счастливыми лицами, с горящими глазами, с улыбками. А потом мне сказали, что они совсем скоро уйдут на задание. И вернётся половина только из них. Сами же военнослужащие за кадром говорят, умереть не страшно. Страшно не выполнить задачу. А их долг – защитить родную страну. Тех, кто остался дома и тех, кто рядом. Боец с позывным «Лигер» из Чечни точно знает, что значит – своих не бросают. Погибают невинные люди из-за этих, как говорится, нациков. Не хочется даже об этом говорить. У меня на родине была когда-то война. Ну, хоть я был маленький, но помню, как люди плакали, страдали. Нет-нет, бывали моменты, где я видел крови много. И я сейчас понимаю, как это у других тоже. Ты сейчас здесь, чтобы не было крови и чтобы люди не плакали? Да. Был один момент, вытаскивали, эвакуировали бойца. Позывный тоже был боец. Вытаскивали. Ну, и тогда брасники были. Камикадзе. Не камикадзе, а вот брасники янеки. Вот тот момент, когда уже сил не было, у всех уже уставали. В тот момент, когда вот говорили, вот птичка там, это, ну, по раз передавали. Вот тогда было страшно, то, что тут с травой, ну, думал, что вот не вытащим человека живых. Или сами не вытащим. Бойца в итоге спасли и сами остались живы. Здесь вообще по-другому относятся к вещам и событиям, которые нам кажутся обыденными. Если в тылу для человека в походе в театр или филармонию нет ничего особенного, то для людей за лентой услышать живое исполнение – праздник. Поэтому они назвали концерт литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс» психологическим допингом. Сказали, что музыка с гражданки помогает восстановить силы. Одна из репортажных песен идейного вдохновителя проекта Михаила Чудакова – от девочки Тани. Она серьезно больна, у нее рак, но каждый день, превозмогая боль, она делает окопные свечи. Но пели не только мы. На фронте тоже есть таланты. После сегодняшнего концерта, когда к нам приехали бойцы прямо с передовой, с соблюдением всех правил безопасности, точно так же они убывали. Это, конечно, невероятно видеть их эмоции, понимая, что на самом деле они испытывают гораздо больные, более сильные эмоции каждый день. И это невероятно приятно видеть, что и твоя работа, и твое творчество вызывают у них тоже эмоции. И видеть, что этих людей наше творчество тоже вдохновляет, тоже окрыляет, оно им нравится. Они подходят потом, благодарят за то, что мы делаем. Вот это очень сильное впечатление, невероятно мощные эмоции. Ребята, девчонки, вы такие молодцы, такой замечательный концерт нам показали. Это очень важно сейчас здесь для каждого бойца увидеть ваше выступление, перезагрузиться, вдохновиться, зарядиться и снова взяться за свою работу боевую. В очередной раз почувствовал себя среди людей, которые создают историю, среди людей, которые двигают исторический процесс. Вот каждый на своем месте. Вот бойцы, которые прямо с концерта с нашего отправляются на линию боевого соприкосновения и даже не дослушают, потому что есть приказ, потому что надо. И ты понимаешь, что вот, вот, как в песне, да, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. А этим ребятам, которые прямо с нашего концерта отправляются на передовую, вершить историю, ничего более героического я, наверное, не видел в своей жизни. И вот настолько это, настолько это как-то очень трогательно даже, с одной стороны. А с другой стороны это очень вдохновляюще, потому что ты видишь людей, которые делают будущее сейчас. Мы даем не только эмоции, но и веру. Поднимаем всего духа. И вот в такие моменты понимаешь, насколько даже такая маленькая незначительная работа, она важна. И этот проект «Ездим в Донбасс», мне кажется, он должен жить. Помогает ли искусство на войне? Да, конечно же, помогает. Без этого невозможно. Это огромную силу дает, огромный стержень. И вот задача настоящего искусства – это дать людям, которые воюют с фашизмом сейчас, дать им такую мотивацию, чтобы они хотели не только бить врага, чтобы они хотели не только воевать, чтобы они хотели жить. Всем бойцам посвящается. С любовью. Михаил Чудаков, Алексей Дегтев, Эдуард Голстян, Валерий Васин и Екатерина Лесная. Телеканал «Губерния». Герои нашего следующего сюжета готовят домашние консервы, шьют одежду, ремонтируют автомобили. Волонтерская группа из Кенельского района под названием «От чистого сердца» каждый месяц отправляет за ленточку результат своего труда, чтобы облегчить несение службы участникам специальной военной операции. Мои коллеги увидели активистов за работой. От тефтелей до щей и каши с мясом. За день на своей кухне закатывает по 60-70 пол-литровых банок домашних консервов. Жительница Кенельского района Мария Салманова отправила первую партию деликатесов в зону специальной военной операции в июне 2023 года. Так стала добровольцем волонтерской группы «От чистого сердца». Каша разная, перлованная, гречневая, рисовая, все вот это мы делали. Ну и до сих пор продолжаем. Потом ассортимент у нас увеличился. Когда я начала готовить, очень было много заказов. Ну не заказов, то что много было, жара стояла все. И нужно было быстро-быстро все это переработать, все мясо. У меня вырастали крылья. Особенно, когда с передовой присылают Марии Николаевне большое спасибо, все вкусно, все хорошо, нравится. Вырастают просто крылья. А в соседней комнате за швейной машинкой трудится дочь Марии Салмановой – Людмила. На деньги неравнодушных жителей шьет нижнее белье, футболки, тельняшки. За вечер работы – 15 изделий. Ребята просят, какие размеры говорят. И у нас от 48-го до 58-го. Ну 60-62-й редкий бывает. Изначально вообще не умела даже дырку зашить. Сестра приехала, научила младшая. Когда ответочка приходит от солдат, это вообще дорого. Еще одна представительница волонтерской группы – Лариса Маркелова. Солит и отправляет сало. Я все сделаю для ребят, которые находятся там, на Ислово. Потом я делала для своих родных и близких. Я варила грудинку, солила грибы, солила сало. И мы начали ребятам. Оказывается, это востребовано. И ребятам очень хочется им домашнего. И вот пошло. Все, что я могу, что я умею, я прикипела. Я нашла друзей в этой группе. Отвозит за ленточку все собранное муж главы волонтерской группы. В их семье шестеро детей. Занимаемся, возим, помогаем бойцам. Все, что нужно им. А им нужно очень много. Облегчаем немного быт. Да бывает и несколько раз в месяц. Бывает раз в месяц. Все от того, как набирается гуманитарка. Вот эти вот весточки из дома. Домашняя еда, домашние какие-то приветы, письма. Не важно что. Для них это вообще очень большая радость. Они радуются, как дети. Даже элементарные рисунки детей мы всегда привозим им. Они очень счастливы. Мы делаем даже иногда такие сборные поделки от детей. Они всегда это оставляют. Группа волонтеров от чистого сердца планирует и дальше расширять поддержку бойцов, защищающих родину в зоне специальной военной операции. Екатерина Лесная, Леонид Кошман, Яков Абрамов, Телеканал «Губерния». Уроки медиаэрудированности. Основы профессии и прививка от фейков. От журналистов, телеведущих и руководителей крупнейших СМИ со всей страны. В Севастополе в эти дни проходит Всероссийский медиафорум «Герой будущего времени» – «Молодежь о важном». Его участники – дети бойцов СВО, юные жители Донбасса и прифронтовых территорий. В числе наставников с ними работает и заместитель директора Самарского областного вещательного агентства Татьяна Потоцкая. Юным журналистам рассказывают об основах телевизионных профессий, работе в кадре и за кадром и на примерах разбирают, как сделать интересный материал. Я узнала про интервью, какие плюсы и минусы интервью дает, и что можно включать в интервью, а что нельзя. Это очень хорошее знание. Ты смотришь в глаза и понимаешь, что у тебя не просто слышат, у тебя понимают. И, честно говоря, мне казалось, что не все дети на самом деле способны говорить на такие серьезные темы, как информационная война, как СВО, на наших героях. А здесь мы встретили такую аудиторию, которая еще и нас поучит вместе с вами. Так что хорошее дело, нужно воспитывать наше поколение, чтобы не повторилась вот та история, когда началась СВО. Часть молодых людей бежали с стороны. Участники форума вместе с наставниками также обсуждают актуальные вопросы развития современных медиа. Роль искусственного интеллекта в производстве контента, борьбу с фейками, формирование критического мышления у зрителя. Мы говорили на важную тему СМИ на страже интересов России. Мы говорили и о том, насколько это важно. Спрашивали те моменты, как важно медиаэрудирование, а главное медиадоверие. Почему нужно слушать и смотреть телевизор, и как сегодня разбираться в информации. И слышали ребята эту информацию, этот навык, как правильно работать в мире информации, как становиться сильным молодежным информационным фронтом, как раз от ведущих специалистов. Все полученные знания участники могут сразу же применить на практике. В рамках форума предусмотрена экскурсионная программа. Молодые журналисты побывают в знаковых местах Севастополя и снимут об этом репортажи, документальные фильмы и фотопроекты. Напомню, форум «Герой будущего времени. Молодежь о важном» проходит во второй раз. Проект поддержан администрацией президента и Минобороны России. К другим темам. Более 50 дворов в Самаре в этом году обретут новый облик благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Мой коллега Николай Козлов отправился в промышленный район, поговорил с жителями и узнал, довольны ли они благоустройством. Горячий, вкусно пахнущий нефтью новый асфальт высыпается и тут же укатывается катками. Параллельно идет работа по озеленению, а на дорожках укладывается плитка. Таким образом, благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда. Двор дома номер 134» на улице Нововокзальной в Самаре стремительно преображается. По отличному покрытию в районе 3000 квадратных метров, все равно память не изменяет, по покрытию дорог в районе 1000 квадратных метров, 2000, от 1000 до 2000, в зависимости от пожеланий жителей, какие-то еще будут администрации, от заказчика. Работа выполняется все в срок, окончание работы 31 августа. Все работы в рамках данной программы ведутся под неусыпным контролем жильцов. Учитывается администрация при планировке данных дворовых площадок спортивных, желаний жителей. То есть даже учитывается то, где-то там, например, сохранить дерево, или там, допустим, здесь песочницу, здесь футбольные поли, здесь лавочки, здесь освещение. То есть ведется работа взаимодействия, то есть на полном понимании и учитываются все пожелания жителей. На сегодняшний день у нас завершаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Помимо данного адреса, где мы с вами находимся, у нас по этой программе благоустроятся еще пять дворовых. По контракту у нас завершение работ физически до 31 августа. В данной дворовой территории, как, в принципе, и по всем шести адресам в рамках «Комфортной городской среды» все работы будут выполнены в срок. По федеральному проекту формирования «Комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области с 2019 года благоустроено 790 общественных пространств и 1586 дворов. В 2024 году в плане не менее 123 общественных территорий и 234 двора. Николай Козлов, Алексей Гриднев, Телеканал «Губерния». Спасают старые дома с помощью искусства. В Самаре завершился второй сезон проекта «Арт-консервация». В этом году команда волонтеров «Том Сойерфест» смогла преобразить четыре знаковых для областной столицы постройки. Подробности в сюжете Александра Гусевой. Маленький неказистый домик, стоящий в тени одного из знаковых самарских памятников католического костела Пресвятого Сердца Иисуса, уже давно скрыт от глаз прохожих. Здание было заброшено, как и история, хранящаяся в его стенах. Мало кто знает, но когда-то это был католический молильный дом. Он стал одним из четырех объектов, над преображением которого поработала команда волонтеров «Том Сойерфеста». Мы занимаемся арт-консервацией заброшенных домов для дальнейшего их спасения. Например, появится неравнодушный человек, который выкупит это здание и вложится в реставрацию. Основная идея проекта заключается в том, чтобы с помощью искусства обратить внимание инвесторов на знаковые для Самары постройки, которые по какой-то причине оказались заброшены. Так, здание заброшенного молильного дома, располагающегося на улице Фрунзе 157, прямо за костелом, украсили картинами. На окнах разместили 14 счетов с работами самарских художников. Екатерина Ступникова и Тамара Злобина уже не первый раз принимают участие в проекте арт-консервации в качестве волонтеров. Они отмечают, что их работа вызывает особый трепет в душе. У меня такое чувство, когда мы делаем, что мы как бы спасаем умирающего. И вот эта каждая частичка нашей души в этом доме теперь как одна большая душа. И возможно, она действительно будет теперь, этот дом будет жить. Волонтеры не зря сравнивают старые постройки с живыми организмами. Как и люди, дома скрывают в себе много неожиданных и интересных тайн. Мы, прежде чем зайти на этот объект, естественно, проводим хотя бы не совсем квалифицированную, но тем не менее экспертизу на тему безопасности, работать просто даже волонтером. И вот когда мы поднялись на чердак, мы там обнаружили, там были целые кипы документов. И эти кипы документов, это были, как это ни парадоксально, но это были анкеты на вступление в общество безбожников. В Самаре в этом году команда волонтеров Томсуэрфеста спасла четыре здания, расположенных по адресам Ленинская 95, Самарская 107, Фрунзе 157 и Ленинская 201. Каждая постройка превратилась из заброшки в культурный арт-объект, который непременно в скором времени найдет своего нового хозяина. Александра Гусева, Яков Абрамов, Телеканал «Губерния». 22 августа исполняется 90 лет со дня рождения почетного гражданина Самары, архитектора, художника и краеведа Вагана Каркарьяна. О том, какой след он оставил в облике областной столицы, сегодня поговорим с архитектурным обозревателем, редактором отдела культуры газеты «Волжская коммуна» Арменом Арутюновым. Армен, добрый вечер. Добрый вечер. Давай напомним нашим зрителям, какой вклад оставил Ваган Гайкович в облике Самары, сначала Куйбышева, а потом и Самары. Вот каким проектом он приложил руку? Ну, надо сказать, что Ваган Каркарьян – это одна из ключевых вообще фигур самарской архитектуры 60-х, 80-х. И говоря о его проектах, я сейчас их перечислю, нужно сказать, что это не только его собственные проекты, но это, как правило, работа или коллектива авторов, где иногда Ваган Гайкович был номер один, иногда номер два. Но это очень знаковый для города объект, например, вторая очередь набережной, от которой всегда открещивался сам Ваган Гайкович, говоря, что это не мой проект, но тем не менее он доделал за архитектором Гадевичем гостиницу «Волга», дворец бракосочетания, который делался вместе с Алексеем Николаевичем Герасимовым, здание правительства Самарской области, он же Дом Советов в коллективе авторов, проект, к сожалению, нереализованное, площади славы, вернее, мемориалы на площади славы, Дом актера и так далее. Генеральный план развития города, собственно, с чего началась карьера Каркаряна, то есть энное количество проектов, это не считая его административной работы, потому что он был не только архитектором, но и руководителем в ведущих проектных организациях. Это очень важно, потому что в то время, в той эпохе, очень важно было не только спроектировать, но и правильно, ну, как сейчас сказали бы, пролоббировать проект, согласовать его с партийным руководством, может быть, с гостроем, и это великолепно получалось у Вагана Кайковича. Он был модернистом, но в то же время был защитником старой Самары. Вот какова была его позиция, в чем она выражалась? Ну, градозащитная его деятельность, она относится уже к позднему периоду творчества, начиная с 80-х, и дальше, наверное, нужно сказать, что он один из главных вообще популяризаторов наследия старой Самары, его деревянного зодчества. Сейчас, наверное, найдутся авторы, у кого больше книжек выпущено, но Ваган Кайкович был одним из первых, кто это начал, и это неоценимый вообще вклад в дело популяризации вообще наследия. Кроме того, он старался по мере сил, используя свой авторитет, наработанный за десятилетия, бороться за сохранение конкретных домов. Получалось? Да, не всегда, но получалось. Например, тот же дом Маштакова, к счастью, отреставрированный в этом году, очень много сил и энергии Ваган Гайкович потратил как раз на то, чтобы его не снесли, допустим, были разные проекты, в том числе с переносом здания и так далее. К нему прислушивались. И очень многое им было сделано. Сейчас это сложно в наше время оценить, но он был одним из ключевых городозащитников Самары. Помимо того, что он был архитектором, в первую очередь, он еще и хорошо рисовал. Что известно об этой стране, его жизни, творчестве? Сам Ваган Гайкович любил цитировать слова своего учителя, еще бакинского периода. Тот, в свою очередь, цитировал крылатую фразу Дидро, что «Не доверяйте архитектору, который не умеет рисовать». Ваган Гайкович как архитект, как художник, он всегда рисовал, начиная с детства. Но то наследие, которое мы знаем, оно появилось в середине 80-х. В первую очередь, это серия «Графическая летопись Самары», которая насчитывает более 400, а может и 500 произведений. Кстати говоря, на них очень часто можно увидеть как раз объекты, которые не удалось спасти, но это единственное свидетельство их существования. И надо сказать, что первые его работы появились для серии публикаций к 400-летию города в газете «Ворская коммуна». Вместе с Валентиной Неверовой, журналисткой, вышел целый цикл статей, который потом был издан в 89-м году в виде книжки. Это была одна из первых путеводителей как раз по Старой Самаре. Поэтому как график, как художник романтизирующий, потому что даже не только его тексты, но и рисунки, они очень лиричные. Это тоже, конечно, влияло и влияет до сих пор на восприятие Старой Самары как чего-то теплого, уютного, родного, требующего сохранения. Кстати говоря, надо, наверное, сказать, что сейчас, как раз к юбилею Вагана Гайковича, в детской картинной галерее проходит такая очень камерная и хорошая выставка, на которой представлены в том числе необычные его работы. Там не только Самара, но разные города и даже страны, где он побывал в свое время, в командировках, и везде он всегда был с карандашом, с блокнотом и делал зарисовки. Но это такая графика, да? Да, это графика, естественно. Вот у нас как раз, да, на коллаже. Да, вот, например, это Хлебная площадь, Каланча на Хлебной площади. Сейчас она воссоздана, то есть, вернее, воссоздана башня. А вот так она выглядела? Так она выглядела, да, когда Каркарьян ее зарисовывал. Спасибо большое, Армен, за интересный разговор. Напомню о человеке, который строил новый Куйбышев и защищал старую Самару в Агане и Каркарьяне. Мы вспоминали с Арменом Арутюновым, архитектурным обозревателем, редактором отдела культуры газеты «Волжская коммуна». Сейчас в это верится с трудом, но раньше возвести высотку в Самаре, то есть в Куйбышеве, было сложной задачей. Могли просто не разрешить. А еще далеко не все люди охотно переезжали из бараков и землянок в благоустроенные квартиры с кухней и ванной комнатой. В распоряжении нашей редакции эксклюзивные кадры – фрагмент интервью Вагана Каркарьяна, записанного в 2009 году. И трудно сегодня поверить, что за каждым микрорайоном, каждым девятиэтажным домом приходилось ездить в Москву, чтобы получить разрешение в Государственном комитете по строительству и архитекту. На каждой девятиэтажной, а их у нас тысячи. Вот такая была жесткая дисциплина. Очень экономное было время. Считалось каждая копейка. Индивидуальное строительство, оно было под большим джаплетом, чтобы получить разрешение на проектирование какого-то общественного здания, сооружения, не говоря о каких-то здравеющих зданиях. Это чуть ли не разрешение на Советы Министров СССР. Поэтому, но тем не менее мы это проектировали тогда, вот эти годы. И я вспоминаю, это был такой большой напряженный творческий накал. Как мы искали вот какое-то разнообразие, своеобразие, эстетику этих повторяющихся монолитных домах, при застройке проспекта вот теперь уже Гагарина, Кировского шоссе, Новосадовой улицы, всех этих микрорайонов. Вот. И я сегодня думаю, что по прошествии времени, что даже самый плохой микрорайон того времени лучше сегодняшних европейских кварталов. Ну а я с вами прощаюсь. Следующий выпуск новостей в полночь.